Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Сёгунов я забираю, как вы видели, да? Лига Сёгунов 2 звезды. Ну и посмотрим, куда меня, ребята, сейчас скинули на Лигу Самураев 3 звезды, 60-я позиция, то есть нам придется опять, ребята, заново туда крапкаться, хотим мы этого или нет. И, кстати, дельный совет мне дал один из подписчиков, что на этой неделе говорит Рэй, ты не трать свои откаты, не трать ничего, потому что здесь все равно у нас разыгрывается зэк, он тебе не нужен, копи лучше для действительно дельного какого-то персонажа. Поэтому, ребята, да, эта неделя у нас будет такая лайтовая, я не буду здесь напрягаться, будем просто с вами играть на расслабоне, сколько получим, столько и получим. Да, единственное, конечно, мы не получим с вами золотых осколков много, платиновых осколков, но зато можем нафармить, если у нас на следующей неделе будет отличный разыгрываться персонаж, именно его. Ну что же, а пока, наверное, мы начнем с выполнения ежедневных заданий, я думаю, да? Так, поднять уровень персонажа и сразиться, ну, в боях это все понятно. Давайте серию испытаний, наверное, быстренько с вами пробежимся. Как говорится, все равно нам нечего уже терять. Играем, еще раз говорю, ребята, лайтово без напряга, ничего, мы не будем с вами тут. Ворошить, как у нас идет, так у нас все и будет. Откаты будем с вами копить до последнего. Вы представляете, если за неделю целую, ребята, их не тратить, сколько их в результате в конечном получится? Я думаю, что для следующей недели нам хватит этого за глаза, чтобы даже, может быть, попасть в мастера две звезды, а может быть и выше. Не знаю, я еще больше двух звезд, честно говоря, не поднимался, я не знаю, какие там противники. Но я думаю, что далеко не изи там будет. В общем, поиграем, увидим. Так, сегодня я собираюсь пойти на арену, это понятное дело. И еще у нас, ребята, сегодня испытания будут. Посмотрим, что мы там сможем с вами выиграть, докуда мы сможем с вами дойти, но это все, естественно, будет зависеть от того, каких мне дадут там на выбор персонажей. Это в первую очередь. Так, подожди-ка. Леонардо, аккуратно, аккуратно, что такое? Это я не могу понять, что это, ребята, за дела такие железноголовые? О, сейчас практически, ребят, разберут у меня. Ты посмотри. Так, хорошо, постепенно урон повесили и добили. Ну ладно, он выжил, но сами видели, сколько у него здоровье. Чуть-чуть бы он упал бы. Так, что мы с вами сделали это задание, естественно, забираем с вами реворд. Так, давай, собираем. Идем сюда. Так, и поднять уровень персонажа. Ну, у нас мутагена, я не помню, сколько. Так, давайте-ка мы, наверное, все-таки сразимся в боях. В боях нам нужно что? Ну, во-первых... Да, кстати, ребята, еще вот что. Я просил вас проголосовать и с большим перевесом выиграл у нас Кейси Джонс. На втором месте у нас был Крип, потом был Монда Гека, ну и там уже Ксевермонтес и Джастин. Несколько ребят проголосовало за Саблезуба и за Астрозуба. Поэтому Кейси Джонс у нас переходит, ребята, в золотой ранг. Ну что же, я его очень поздравляю с этим делом. Также и себя, естественно, поздравляю. И у нас 22 тысячи мутагена. Кстати, я хочу, ребят, знаете, кого прапать? Леонардо. У меня хватит, интересно? Да, ребята, хватает. Все-таки я решил хоть какого-нибудь персонажа докачать до сотого уровня. Я думаю, что вы будете не против. Да, все это будет стоить не очень дешево. Как вы видите, следующий ап будет стоить 22 тысячи 400 мутагена. Это 85-й. Ну и сколько там еще предстоит? Я фиг его знаю. Ладно. Одно дело мы сделали. Забираем еще реворд и будем искать. Подожди, у меня всего 10 порталов, ребята. 10 порталов. Ну, этого должно хватить для того, чтобы нам найти, во-первых, ДНК на Крипа, да? Потому что мы его можем искать. Точнее, не на Крипа, вру. На Макмана. Конечно же, Макмана. Давайте мы посмотрим. Вот, смотрите, он сам идет к нам в лапы. Даже не сопротивляется. Вообще отлично. Давай еще разок. Нет, только 2 ДНК нашли. Ну и ладно. И этого достаточно. Так. 3 ДНК уже. 4. Ну что, я могу сказать, удачные были эти попытки. 4 ДНК из 6 попыток. Это очень классно. Так. И переходим теперь, где у нас морозильная кошка. Нужно тоже на нее найти ДНК. Так. Вот она у нас тут сидит. Грустит. Так. Отлично. 1 ДНК в лапы. Тут минус. А здесь 2 ДНК. Ну что же, неплохой результат, я считаю, ребят. И, по-моему, нам еще останется... Да, нам еще нужно, ребята, где-то что-то найти. Но это мы сделаем изи. Вот. Так. Нам на сложном режиме, да, там нужно было, по-моему, 14... Да ладно, в принципе, пофиг. Давай здесь найдем. Последний, ребята, портал я трачу. И выпадает мне опять же Кейси Джонс. Ну что же, 2 задания выполнили. Забираем остатки роскоши от Реварда нашего. И переходим, ребят, с вами на турнирную арену. Кстати, осколки. И я, по-моему, собрал все, если не ошибаюсь. Опс. Нет, ребят. Ну как, все, все. Видите, 16 золотых осколков. Просто здесь не прошел на 3 звезды. Но, тем не менее, осколочки все в кармане у нас. Так, переходим на турнирную арену. Смотрите, было 60-е, да, уже 61-е. То есть, понемножку-понемножку меня, ребята, сбрасывают. И, скорее всего, я начну с шоу. Давайте-ка начнем именно с этого парня. Тут 44-й, 46-й уровни. И мы можем с вами, ничего себе. Мы можем, знаете, что даже сделать? Ух ты! Так, мы можем сыграть вот этими персонажами. Я думаю, даже на изи пойдет все у нас. Так, возьмем Лису. Возьмем Микеланджело. И я возьму, наверное, здесь Усаги. Я не спорю, конечно. Здесь противнички такие довольно крепкие. В золоте все. Не все, но большинство. Поэтому давайте попробуем. Начнем, конечно же, с Кирби. Именно. Да елки-палки, я же говорю с Кирби. Ладно, фиксим, ребят. Простительно. Ммм, понизили. Ребят, мы понизили им атаку. Вот это классно. Кстати, спасибо вам большое, ребят, за подсказки, которые вы мне даете. Где я чего-то не смог углядеть. И вы мне подсказываете, что там-то, там-то Донателло Видение промахнулся из-за того, что на нем была меткость пониженная. Это все очень полезно. Хорошо, что вы наблюдаете. Вы очень, очень внимательны, в отличие от меня. И в этом вы молодцы. Так, ну что, давай попробуем сделать волну. Ммм, что-то как-то, ребята, кисловато. Так, массовая атака. Теперь он получит звездюлей. Приличных причем. Так, Усаги, ну ты бы мог, конечно, и добить на самом деле. Так, опять он вешает контратаку. На кого? На Кирби. Ух, массовая атака от Донателло. Сейчас ему тоже прилетит неплохо. Ну что же. В первую очередь мне нужно, естественно, ребята, кирбиса завалить. Да ладно, мы промахнулись. Так, ну-ка, дай-ка я сниму нафиг с себя вот этот весь негатив, который на мне висит. И пам-пам-пам-пам. Давай попробуем массовой атакой, вот этой вот мощной атакой прорубить. Но, тем не менее, попали. Сейчас еще. Усаги, а ты же должен был... Не понял. Он же сейчас... А, это было по контратаке. Все, я понял, ребята. Ну что же. Нет. Давайте вот без этого. Ребят, давайте без этого. Не надо мне вот сейчас вот ронять, пожалуйста. Чего мы промахиваемся-то опять? Так, Лео, ты уж извини, но тебе придется брать провокацию, потому что я боюсь за белку. Лео, что ее просто... Ой, белку, лису, что ее могут просто уронить сейчас. А Лео... Смотрите, ребята, он довольно неплохо держит удар. Я про Леонардо. Смотрите, вообще круто. Я на самом деле думал, что он будет ватником. Но ничего подобного. Так, ну что, Микеланджело, пора тебе отдохнуть. И добиваем Кирби. Слушайте, ну вы просили, да, проходить вот, ребята, вот эту вот арену, да, если слабые персонажи слабыми. Ну вот я и попробовал. Слава богу, у меня все выжили, мы получаем с вами полный бонус. И давайте посмотрим, куда нас перекинут. 31-я позиция. То есть буквально 30 ступенек поднялись мы. Это неплохо. Так, ну что, кого нам дальше дадут? Ух ты, ребята. Я думаю, что нужно брать Светлану, потому что у нее очень много серебра. Да? Ну, единственное, мне, конечно, не нравятся вот эти вот кролики. Они у меня очень сильно раздражают. И тут, кстати, уровень-то довольно не кислый. Поэтому на всякий случай я сделаю перестраховку в виде... Так, 44-й, 47-й уровень. А у меня Змейка Вьюн 60-й. Наверное, я еще возьму сюда все-таки Рокзара. И сыграем мы здесь уже, наверное... Возьму Микеланджело Космос и возьму... Слушай, давай вот этих вот двух Рокстедиков возьмем. У них есть массовая атака... Нет, у Здорового, который Рокстеди фильм, у него нет, по-моему, массовой атаки. Но у него есть довольно неплохая бомбежка. Он как атакующий противник, как атакующий юнит довольно неплохой. Так, ну что, массовая атака от Микеланджело. Неплохо. Ну, естественно, вы понимаете, что нам нужно, ребята, уничтожать Кирби. В первую очередь. Так, кролики, естественно, запускать свой луч, это плохо. Но мы выжили все. И это классно. Так, Микеланджело, успокойся. Слушай, ну, судя по всему, сейчас будет, ребята, разбор полетов капитальный. Массовая атака... Ты что, почему я называю массовую атаку, когда это просто мощная атака? Мощная атака, ребята, и давай поджарим его. До некой этого. О, слабенько как-то у нас вышло все это. Да, Микеланджело Космос его подбил. Ну что же, ребята, отлично. Мы с вами получаем опять же весь бонус. И я думаю, что, наверное, мы все-таки залетим уже... А ну-ка. Всегоны. Нет? Нет, ребята. Почему-то нам дали 12-ю позицию. Как-то странно здесь идет расчет. Так, здесь 51-й уровень, да? Айрат у нас 46-й, 49-й. Я, наверное, именно с него и начну. С Айрата. Так, 49-й уровни. Поэтому, ребята, надо здесь немножечко тоже взять кого-нибудь с нами крепенького. Я думаю, вот так это все будет примерно выглядеть. Ну и, конечно же, мне хочется отыграть вот этих вот малышей. Как бы мне это устроить. Я, конечно, все это могу сделать через Леонардо. Вы это прекрасно знаете. Погоди-ка, так дело не пойдет. Давай-ка мы Армагеддона... Что я сегодня заговариваюсь? Армагона уберем и... Слушай, а у меня что, провокаторов нет вообще? У меня, ребята, нету ни одного провокатора. Хм. Блин. Ладно, возьмем тогда Микеланджело 70-го уровня. Я думаю, что его на его рот здесь нам очень сильно поможет. Против вот этих вот иглоедов всех. И начнем, естественно, с танцпола. Как же без него-то? Так, и понеслась, как говорится, душа в рай. А, у него тоже. Значит так, ну проверим, у кого круче. Угу. Шархан Нормуль зарядил, но... Так, хорош, он еще... Он еще усиляет атаку. А мы тоже, ребята, тогда с вами так сделаем. Мы тоже усилим себе атаку и начнем бомбить. И начнем, пожалуй, мы с Донателло. Посмотрим, попадем ли мы по нему. Ну, 70-й уровень, как-никак. Слушай, ну, врезали мы ему. Так, давайте теперь попробуем ракетницу. Ой, ракетница вообще слабенькая, ребят. Так, Донни вешает защиту. Этот разбегается. А в кого он, интересно, побежит сейчас? В кого? Ха-ха. Ну, бас. Ладно, а мы тогда вот так сделаем. Да ладно тебе. Почему у нас такие слабые удары? Ребята, блин, он отхиливается. Хорошо, я запомнил, что ты отхиливаешься. У меня тоже есть отхил, так что можешь не волноваться по этому поводу. И... Черт, я не знаю. Давай попробуем... Тихо, погоди, я хотел ударить. Мажем. Мы, ребята, с вами просто промахиваемся. Хорош. С какого, блин, перепуга мы мажем-то? У него что, такой... Опупенный, ребята, у ворот стоит, что ли? Я не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему... Ребята, тут уже опасно. Тут надо хиляться как можно быстрее, срочнее. Да, отхил, конечно, не особо, ребята, у нас вышел здесь. Двойная атака от Микеланджело. Я даже не знаю, что делать. Попробуем вот так вот. Может, постепенко повеситься. Мажем! Слушай, ребят, ну, это... Это фигня полнейшая. Ты посмотри, мы сейчас с вами упадем. Донни уже упал у меня. Какой-то бред, на самом деле, здесь был. Он... Ну, как мы можем мазать-то, ёпрстэ, блин? С какого, блин, перепуга ты мажешь-то? Ё-о-о-о, какие-то палки, ребята. Тигринный коготь упал. Ну, ты посмотри, у него 46-48 уровни. У меня, ребят, ну, 50 уровней. Ну, как он может мазать? Даже Микеланджело 70 уровня и то мажет по нему. Ть-хе. Я офигею. Ребят, я просто в ахере, если честно. Вот серьезно вам говорю. К 45-70 уровень. Но это, по идее, он должен был по мне промахиваться, да? Но нет же, он попадает. И все точненько, смотри. И никакое уклонение, ребят, нас здесь не спасает. В общем, ребят, моя была грубейшая ошибка. Понадеяться лишь только на уворот от Микеланджело. Вот что я делаю. Выводы какие. То есть, Майки не стоит брать одного, да? В компашку против практически одноуровневых персонажей. То есть, мы с ним практически на равных играем, да? Плюс-минус 2-3 уровня. Ну, офигею. Такое ощущение, что я попал каким-то хаем на растерзание. По-другому это не назвать. Вот. Смотри. Вот сейчас он хорошо сбинул. Почему он до этого не мог так бить? Я, ребят, не говорю, что там был уворот. Вот, я говорю, после того, как слетел скилл на уворот, мы все равно так же паршиво бомбили. Ну, давай посмотрим, как по Доннику прилетит. А по Донателло все равно почему-то слабо бомбим. Ну, Леонардо еще неплохо зарядил. И уложим мы его в банке или нет? Уложили. Ну, что же, Роксаде, придется... Да, конечно, я ничего не говорю, ребят. Еще давай уроним мне, блин. Леонардо... Ой, этого, да, Леонардо. Так, давай попробуем. Вот не нравится мне вот этот последний скилл, ребята. Ну, фуфловый какой-то. Яйцо бросает, потом еще пинок дает. Давай хильнемся на всякий случай. И он, кстати, очень странно хиляет. Некоторых персонажей может захилять обалденно, а некоторых, ну, совсем чуть-чуть. От чего это зависит, тоже не знаю. Неужели хил распространяется на крит? То есть можно хильнуть с критом. Сомневаюсь я почему-то. Ладно, ребят, вы понимаете, да, что здесь фейл был. Но, тем не менее, мы с вами перебрались на Сегун 1 звезда. Хочу, конечно, перейти обратно, где я и был. Ну, в Сегу не 2 звезды, а лучше перебраться поближе к 3 звездочкам. И тут у нас, ребята, есть Томасу. Томасу у нас 47 уровни. Тут у него 3 серебряных бойца. Да, будем начинать, наверное, с него. Но я уже сделал определенные выводы. Я беру, ребята, Бакстера Стокмана. И уже вместе с ним мы можем, наверное, 1, 2, 3. Так, и надо будет еще кого-то взять. Сильного. Я думаю, что в этом случае нам поможет Ванька Стиранка. Так, 48-й, 47-й, да? Не забываем, ребята, что здесь у него Донателло. Хил. Нам нужно его обязательно убрать. Так же и Микеланджа, который будет ходить первым, да ведь? Ну, естественно, конечно же. Вы видели, как у него полосочка инициативы копилась вот здесь вот? Моментально просто-напросто. Ну, что же, делаем волну. Оу, Донни, Донни. Я, честно говоря, не думал, что ты так быстро у нас упадешь. Ну, что же, это было круто. И, наверное, будет добивочный от Ваньки Стиранка. Да, ребята. Ну, здесь все-таки классно. Бакстер Стокман меня вообще порадовал, когда выпустил свою волну. И просто ребята стали сыпаться. Так, ну что же. Какая нам позиция? 80-я, да? 71-я. Ладно, отлично. Так, здесь, ребята, у нас кто? 51-й. Так, давай, наверное, мы вот возьмем Израэля, да? Иисуса мы брать не будем. Израэля возьмем, потому что здесь 50-е уровни. Хотя здесь 49-й есть. Хм. Так, секунду. Нам, наверное, выгоднее все-таки Иисуса брать. Тогда давайте, наверное, его и возьмем. Тут 52-е уже уровни. Давай, наверное, начнем вот с этих двух ребят. А этих-то как я смогу, ребят? Я не знаю. Давай, может быть, так сделаем. И через Зека сыграть. Зек бросит бомбочку. Там остается лишь только их добить. Тогда вот эти вот ребята у меня попадают в зону риска. Ладно, я беру Лео. Я беру Лео. Я сейчас, ребят, с вертушки накачу. А остальные, я думаю, что добьют. Потому что железная голова по инициативе слабоват. Как ни крути. Ну вот, в принципе, и нормуль у нас вышло. Так, ладно. Ну, чем выше мы с вами поднимаемся по лестнице, да, тем серьезнее враги нам достаются. А Леонарда уже нету. Можно, конечно, потратить откат. Но мы с вами как бы договорились, что будем все это дело копить. Так, 43-я позиция. Слушай, отлично. Отлично бустанулись. И давай посмотрим. Вот. Вот следующий, ребята, у нас противник. Это у нас Катерина. Катюша, значит. Так, возьму я сюда Зека. Я возьму Криса Брэдфорда. Пульверизатора. Я не знаю, стоит ли вообще брать. Ладно, я возьму Бакстра Муху, Армагона и Кирби. Кирби. Так, посмотрим, ребята. Ну да, в принципе, можно взять и Кирби. Знаете почему? Потому что у нас здесь будет Хилл. Хилл такой мощный. Потому что и Муха имеет Хилл, и Кирби. То есть должны с вами здесь выдержать. У него, как мы видим, есть Голубь Пит. Тоже Хиллер. Так, я, наверное, его и уничтожу в первую очередь. Интересно, я просто ладошкой пробью его? Наверное, нет. Фиг с ним. Давай так его уложим, Баньки. Так, дальше у нас идет, наверное, Ванька-стиранка следующий. Плевком мы его сможем завалить? Нет, не смогли. А вот если мы ракеты выпустим? Шикарно. Так, ну что? Ты иммунитет вешаешь на себя, да? Ведь я так думаю. Да, ребята, зачем он это делает, я пока не понимаю. Криса хочу уронить. По Крису не попали. Но зэк-то попадет. Ну и остается тут, ребята, у нас Бибоб. И черепашка из ведения. Так, тихо. Ух, нам повезло. Я на всякий случай пауэль пендрюсь. Я сделаю отхилл себе и добьем. Черепашку нельзя. Все, ребята. Так, идеальная победа. У нас была какая-то, 30-я позиция или 40-я? Слушай, я думаю, мы сегодня заберемся все-таки таким темпом. Ребята, все, гон, две звезды. Ну. Оу. Еще буквально, ребята, бой. Ну, максимум два. И я хочу посмотреть, кто нам здесь достается. Кстати, вот Азад. Довольно неплохой противник. У него и уровень, как говорится, под нас подходит. Да? 49-й. Возьмем, наверное, так. Возьму Шредера. Морозильную кошку. Фиг с ним. 42-й уровень. Фиг с ним. Я возьму, ребята. Я рискую, но я возьму. И с Рафаэлем я оставлю, наверное, вот этих ребятулек. Нет, я возьму еще, наверное, сюда. Вот так вот. Попробуем. Вся надежда у меня, естественно, ребята, на Железноголового. Чтобы он сделал на себя провокацию. И остальные мои ребята будут здесь жить. Ну, фиг там. У нас ходит Карайка первая. Замедлили. Слушай, а вот это хорошо. Тихо, тихо. Ненавижу, ребят, когда... Слушай, что лучше сделать? Я все-таки, наверное, возьму провокацию, ребята. Я что-то не хочу рисковать. А вот теперь будем потихоньку их разбирать. Ну? Смотри-ка, еще выжили. Да елки-палки, я совсем забываю, что у них есть массовые атаки. Надо срочно, ребята, морозильной кошкой... Что нам делать, морозильной кошкой? Естественно, отхиливаться. Давай, хиляй. У него, по-моему, очень слабо развит хил. Да как сказать, ребята? Очень слабо. Ну, Эплил, конечно. Нет, вот это... Вот это самая мощная атака. Тихо. Твою же маковку. Блин, ты посмотри, как он меня бесит. Вот этой вот своей ультой, а. Еще и звездочки полетели. Ну, блин, я теперь, знаете, еще жалею. Блин, надо было, наверное, мне тогда вот так вот бомбануть. Просто-напросто из ракетницы. И все. И мы бы здесь выиграли. Нет, начал выпендриваться. Господи, сам себя подвожу. Сам себя. Сколько раз говорю. Сомневаешься, не делай. Если ты уверен, то обязательно делай. Я сомневался. Но надо было все-таки, ребята, наперекур себе пойти. Ну, перейду я хотя бы. Да, ребят, хотя бы мы перешли с вами на Сегу. Две звезды. 98-я позиция. Естественно, ребят, мы с вами идем в бой. И... Ну, тут, смотрите. Вот тут вот шикарно. В принципе, нам достается команда. Я, наверное... Это у нас Бруно. Я с Бруно и буду драться как раз. У нас тут Карайка, Паукус и два Слабачка. Естественно, как же... Ну, ребят, это уже трупы, я так думаю. Вот эти вот ребятушки, да? Которые мотогеноиды и пицелицы. Они трупы, потому что 40-й уровень. Что они здесь смогут сделать? Конечно же ничего, их разберут. Если сейчас плевок в ихнюю сторону произойдет, все. Они сразу сфейлятся. Так. Давай, Паукус. Ну. Блин, как ты меня бесишь. Во, ребята. Отлично. Но не забывайте, что есть массовые атаки, естественно. И у Ваньки стиранка, да? Кто у нас еще? И Леонардо может вертушкой своей немножко нас пощекотать. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Так. Бафается. Слушай, на постепенный отхил повесил. Да хорош ты, блин! Вот, ребята, вот всю малину портит. Вот просто-напросто. Давай. Раф, я надеюсь, что ты тут нас не подведешь. Хотя бы их нащелкаешь, как орешки. Так. Опасно делать массовую атаку, потому что сплинтер стопудово ответку нам даст. Поэтому давай попробуем просто вот так вот сделать. Хей, постепенный урон. Так. Так, Пиццелицева тоже лучше, ребята, здесь не трогать. И нам нужно потихонечку... Как? Как нам сделать? Ну, давай сосисками побьем его. Фиг с ним. Да. Удар вообще ни о чем. Ммм. Ну-ка. Да что ты будешь делать-то? Давай хотя бы плюнем, что ли? Ну вот. Совсем другое дело. И... Слушай, нам надо, наверное, кого-то добить. Давай я, наверное, Леонардо попробую, наверное, ребята, пробить. Потому что рано или поздно у меня закончится провокация и начнется... Массовая атака, да? Нет, это не массовая. Это обычная атака. За что он получает? Так, сплинтер. Угу. Так, Лео сейчас тоже получит. Блин, если бы здесь не было сплинтера, я бы, ребята... О, Макман упал у нас. Тогда давай, наверное, мы добьем... Угу. Даже постепенный урон, ребята, не нанес ему... Сильного дамага, чтобы он упал. Так, и рискну я все-таки пауксом пробить. Е. Так, секунду. Провокация есть? Еще пока есть. Ну что же, нам придется сплинтер уничтожать, потому что этот в инвизе стоит. Я его не вижу, ребята. Так. Ать. Ать, ребята, вот это подстава. Вот это, блин, подстава. Черт. Ну давай просто... Сейчас удар. Ух ты, господи, он выжил. Слава богу, хотя бы он выжил, ребята. Так, пиццелицы, давай плевок свой. Ммм. Ёп, паразита, ребята. Все, провокация. Провокация спала. И, как видите, наших ребят начали всех разбирать. Господи, ну это было паршиво. Это было печально и неудачно. Хотя, знаете что, на самом деле? Ребят, мы же с вами здесь не корову выигрывали и проигрываем, да? Ну, проиграем и проиграем. Все равно эта неделя у нас пропащая. Зэк мне не нужен, вы это прекрасно знаете. И особо переживать не стоит. Хотя, у меня на душе все равно осадок такой. Как-то мне больно за моих ребят и за себя. То, что вот как-то вот неудачно составил команду. Ну, мне и не из кого было там составлять ее, на самом деле. Ну, как-то так. Ребята, мы на Лиге Сегунов. Как вы видите, 87-й ранг. Надеюсь, мы с вами продержимся без всяких откатов именно на Сегуне. Мне этого будет достаточно. Про мастера я даже и не думаю. И переходим с вами на испытания. Так, что мы с вами проходили? Мы вообще что-нибудь проходили с вами? Нет, ребята. В прошлой серии мы просто прошли с вами Лигу. И сегодня мы, наверное, будем с вами проходить Мания Майки. Да, именно это нам и нужно. Хм. Так, секунду. Тут у нас все нормально. Я надеюсь, без глюков, без лагов все пойдет. Поэтому приступим. Так, кого нам дают? Нам дают, ребята, трех более-менее нормальных персонажей. И остальные, конечно, ватники. Ну, что же. До куда дойдем? До туда и дойдем. Плакать не будем. Будем просто зарабатывать с вами ДНК на Майки. На Микеланджело. Так, ну что. Первая волна, сами понимаете, ребята, изи. Так же, как и вторая. Так же, как и третья. Потому что, ну, сами видите, ребята, у них здесь уровень вообще ни о чем. Двенадцатый против тех же самых, даже сорок вторых или сороковых уровней. Можно же на автобой. Что я тут, ребята, сам бомблю. Сейчас они все здесь быстренько и без меня сделают. Так, даже морозильная кошка здесь что-то, ребята, может сделать. Хоть кого-то подбить. Прыгает она там радостная. Подвела меня на арене. Господи. В принципе, здесь не ее вина. Здесь и даже не Рафаэля, у которого провокация исчезла. Здесь вина моя. Так, ну что, давайте следующее, ребята, с вами побоище устроим за ДНК Микеланджело. В принципе, этот майки нам не нужен, да? На него ДНК. Потому что он у нас прокачан. Полностью единственное, что нам нужно, это поднять ему уровень до соточки. Но вот именно суперудар, который вот у всех, он действительно хороший, да? Например, там у Зека бомбочка, да? Там, я не помню, у Рокзары что? Вот есть, да? Который массовые атаки делает, например, там Ванька Стеренко. Нам нужны вот такие персонажи, у которых много. Вот Бакстер Стокман, например, да? Со своими волнами, с маузерами. Если ему прокачать это все до имбы, ну, вы представляете, что он будет делать на арене? Его можно будет брать вместо, например, того же самого Леонардо. Хотя, мне кажется, Леонардо фиг кто победит. Так, ну что, ребята, погнали. А вот именно у Микеланджело, да, который у нас с танцполом, вот последний удар, ну, ни о чем. Какое-то яйцо бросает, да, и делает вертушку. Офигеть, блин. Офигеть суперудар просто. Ульта божественная, е-мое. Ну, в переносном смысле, конечно же. В общем, я недоволен этим делом, конечно. Ну, да ладно, зато у него есть у ворот. Правда, почему-то он не всегда спасает, как вы это заметили. Может быть, надо прокачать ему еще? Я думаю, что там будет стопроцентный ворот на последней стадии. И вот тогда, да, тогда будешь ты полностью уверен в том, что по тебе действительно два хода никто не сможет попасть. Абсолютно. Там же на два хода, по-моему, вешается, да, клонение. Так, ну что ты, постепенку вешать хочешь, нет? Не получилось у тебя, да? Так, это уже, ребята, уже 35 уровень, так что следующий бой будет опасный. Потому что у меня эти-то 40 уровни, да? Что пицелицы, что морозильная кошка. Так что расслабляться особенно сильно нельзя. Так, ладно. Микеланджело из видения мы получаем. И вот этот вот, вот этот парень тоже мне нужен. Микеланджело Робин Гуд, я его так назвал в свое время. Потому что у него, ну у него тоже очень много полезных. Ребята, во-первых, у него массовая атака, которая может понизить атаку врагам. Это раз. Второе, что у него есть, это снятие дебафов со всего отряда. Это тоже очень круто. Так. Ой-ой-ой, видите, да, ребята, уже морозильная кошечка начинает пасовать. Уже удары вообще ни о чем. Давай, наверное, давай массовую атаку плюнем в них всех. О-хо-хо-хо. Слабовато. Так а почему? Ай. Ладно, фиг с ним. Давай. Мандагека мы убрали и Макман. Макмана, наверное, сейчас кого-то... Нет, ребят, никого он не положит. Ничего у него получится, а мы его сейчас спокойненько с вами разберем. Так, третья волна. И тут у нас кто? Тут у нас одни Микеланджело. Поэтому, ребята, я делаю вот так. Дополнительную защиту. Хотя она нафиг не нужна, на самом деле. Ну и кидаем, конечно же, бомбочку. Так, минус две белки мутированные. Так, давай-ка мы пиццу киданем теперь. Киданули. Встану я тогда в провокацию. Ну их нафиг. Минус. Так, еще минусы. И послед... Нет, последнего минуса не будет. Давайте, ребята... Так, у нас вот эти вот ягодки, это, по-моему, уклонение, да? А, нет, это скорость у нас дает. На ускорение отката, да? Хорошо, этот Венвиз. Нафиг он это делает? Постоянно уходит в невидимость. Постоянно уходит в невидимость. Он думает, что если он последний, его никто не увидит. Вот, его как раз-то и видно. Ну что же, а мы проходим с вами дальше. Так, ролевой Микеланджело нам достался. И так, в принципе, ребят, вот это тоже нам, парень, нужен. 55-е уровни уже. Ну, за счет Рокзара, Зека и Криса я не волнуюсь, на самом деле. Они-то здесь, естественно, справятся. А вот как вот мои пиццелицы и морозильная кошка? Не знаю, ребята. Сейчас проверим. Так, ну пока вроде бы пронесло. Пока вроде бы пронесло. Никто ничего не упал. Даже не то, что не упал, а повреждения не получили. Так. Добьем? Нет. Нифига, тля какая стала сильная. Так, вторая волна из четырех. Здесь у нас, ребята, крысы. Я с ними долго тютюкаться не буду. Давайте вот так вот сделаем. Блин, все равно придется кого-то бомбить. Ага. Отлично. И здесь тоже бомбанули. Так. Третья волна. Здесь у нас кожеголовый Кейси Джонс и морозильная кошка. Естественно, ребята, нам нужно убрать морозильную кошку. Ого. А она выстояла. Ну, ладно. А если массовый плевок? Никчемный массовый плевок. И, ребята, естественно, так. От Пицелицева. Провокация нам пригодится. И просто, ребята, кожеголовый мы сейчас будем... А давай-ка вот так сделаем. Давно не пользовался просто, ребята. Контр... О, контратака как раз, ребята, на Рокзара. Смотри, это отлично. Потому что теперь он будет бомбить. Так, кожеголовый рано или поздно, ребята, встанет в стойку. Я больше чем уверен. Он встанет в провокацию. Это вопрос времени. Или вопрос его жизни. Ну. Вот, вот, вот. О чем я вам говорил. В провокацию встал. Хорошо. Давай тогда сделаем. Подожди. А мне нужно обязательно снять? Так. Давай-ка плюшечку бросим. Да, плюшка это вообще, ребята, ничего не делает. Так, он теперь у нас баллончик бросает. Минус, ребята, Кейси. И... И... И минус кожеголовый. Так, ну что, четвертая волна, ребята, здесь... Ох, здесь все сливки общества, ребята, собрались. Во-первых, я захиляюсь. Это раз. Во-вторых, поставим себе дополнительную защиту. Это два. В-третьих, бросим бомбочку. Хоть кого-нибудь, наверное, замедлим. Так, троечку замедлили. А этот гаденыш снимает. Ты посмотри, что делает, а. Этот снял. Слушай, у нас с вами нету... Так, вот этого мы уберем отсюда с поля боя. У нас с вами нет, ребята, провокации. Блин, сейчас массовая атака прилетит. Кто-то упадет. Кто-то сейчас рухнет. И это будет, да. И это будет морзильная кошка, ребята. И пиццелицей, что ли, еще? Ребята, он... Это... Блин, это гадюка провокацию поставила. Ну, пиццелицей, извини, конечно, но тебя сейчас разберут. Хочешь ты этого или нет, но разберут. По тебе просто сейчас нанесут один удар. Давай мы этого, наверное, уберем. Попробуем брать. Постепенка его не убьет. Смотри, живет еще, но он расстреляет. Видите, ребята, как здесь алгоритм сделан? Если они видят слабого противника, да, то они, конечно же, начинают его атаковать. Даже если у меня будет здесь слабый 71 уровень, да, они все равно будут бомбить 40. Вот такая у нас алгоритмика. Ну что же, ладно, ребята. Мы, главное, здесь прошли. Микеланджело ДНК мы получили. И... Ну, я не знаю. Давай попробуем. Тут у нас 65 уровни. Сами мы 75, 71, 70. Попробуем заработать. Ну, а почему бы и нет? Кто не рискует, тот, ребят, не пьет шампанское. Так. Меткость понизили. Ребят, не буду пока я тут провокацию тратить. Я думаю, что не стоит. Тут 4 волны у нас, да, будет? Так, что ты? Что ты заблокировал меня? Смотри, а, что делает? Надо было мне не так. Я знаю, что у него атака слабая, ребят. Поэтому надо было просто на ускорение себе поставить, да? Ну, ничего. Ты смотри-ка. Пробил. Я вообще думал, что он просто ударит. Даже ничего не сделал. Ладно, я поставлю себе дополнительную защиту. Фиксим. Все равно не особо пользуемся этим делом. И... Так, меткость понизили. Да елки-палки, я что-то... Ах! Спешим, спешим, ребята. Как всегда. Сломя голову. Оу. А тут грибы. А тут у нас грибы. Так. Черт, тебя подели. Ладно, сделаем вот так вот, ребят. И бросим бомбочку. Так, грибы упали. Это классно, между прочим. Так, так. Молодец. Пиццелицы не подвел меня здесь. Ну что же, третья волна. Так, шенигами здесь у нас. Надо, наверное... Ребята... Подожди-ка. Черт. Или же... Давай железноголового, наверное. Потому что он в провокацию будет вставать. Как пить дать будет вставать, ребята? Блин, я у... Давай ускоримся маленечко. Хоть, как говорится, последняя воля этой морзильной кошки будет наше ускорение. Добиваем мы вот так. Ох ты. Слушай, подожди. Может быть, еще поживем с вами? Маленечко. Так. Давай-ка я попробую проверю. Да, ребят, неплохо бомбит у меня Крис. И давай вот эту вот плюшку бросим. Это массовая атака. Правда, она слабенькая, не прокачанная. Так. Это что у нас? Призрак. Да, призрак вылетает. Парахзар убьет. А мы ее ликвидируем. Да. Отлично. Ну что, ребята, остается у нас тут Тля и Макман. Так. Хиляться я пока не буду. Начнем с разборки вот этой Тли. Так. Блин, не добил чуть-чуть. Бомбочку пока не будем тратить. У нас, по-моему, там еще, ребята, будет волна давить. Да, ну, хотя постепенно, постепенно урон. Давай еще отхилимся. Фиг с ним. Есть кого отхиливать нам. Поэтому пробьешь, нет? Ох, почему так слабо, ребята? Ага, провокация-то уже исчезла. Сейчас кому-то, кому-то сейчас, ребята, не повезет. Блин. Что делать-то? Так, у него... Ой, ребята, у него очень быстро откат идет. Сейчас звездонет или не звездонет. Я его пробить не смогу, а Пиццелицева он стопудово сейчас уничтожит. Господи. Как же плохо, когда, ребята, у тебя кончается быстро провокация. Ты когда вот стоишь под щитом, да? Вот когда Арфаэль у тебя стоит в провокации. Ты такой довольный, как будто чувствуешь себя, ну, знаешь, неуязвимым. Как только с них это все спадает, твоя команда просто начинает падать. Просто рушится на глазах у тебя. И вот это вот расстраивает больше всего. Так, ну что? У нас ничего нет. Будем тогда просто атаковать. Давай, наверное, начнем. Так. Вот этот вот, ребят. Блин. По нему будет пониженная атака. Давай тогда он того попробовал. Микеланджелофильм. Почти, ребята, получилось. Почти. О, провокация. Нормуль. Так, ну, естественно, отхиливается. Кстати, тоже не особо много он хильнулся. Мы его пробьем сейчас. Отлично. Так, а тебе попробуем заблокировать. Почему-то, кстати, не очень хорошо работает заблокирование скиллов от нашего зэка в последнее время. Я вот это заметил. Началось, короче. Начались промашки. Началась вот эта вот мазня. Морзинная кошка. Минус. Ну, пробьешь ты вот этим ударом-то хотя бы. Пффф. 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 Да. Ребят, вот я серьезно говорю Я не могу представить, какой у него там Стоит Процентовка на ворот Какая, если мы просто с вами мажем Просто мажем, вот я бомблю и промахиваюсь Ты понимаешь? Ну, давай попробуем Вообще Блин, и жалко не посмотреть, да, на сколько Или можно посмотреть Нет, ребят, нельзя этого посмотреть, дело Наконец-то попали по нему Так, давай-ка попробуем контратаку И бомбить Так Мимо-мимо, кто, блин, сомневался, ребят По нему я не могу попасть, ребят Он в инвизе стоит, видите, я не могу даже его выделить Поэтому мне приходится вот этого Микеланджело бомбить Так, ну все Ты, родной, просветился Получи пятачок В пятачок свой И добивочный Артрахзара Ну, ребят, прошли, конечно Не так хорошо, как хотелось бы Но, сами понимаете, пиццелицы и морозильная кошка против этих уровней Это вообще ни о чем Микеланджело оригинальный нам достался И Ребят, я не знаю, стоит ли сюда идти Потому что 75-й уровень у всех А у меня Только у Зека 75-й Причем у него вся команда А у меня только лишь Нет, я сюда не пойду, ребят Но это бесполезно Бессмысленно Так, у нас остается одно испытание Ну, я думаю, что мы, наверное, его перенесем на следующую серию Думаю, вы возражать Не будете А зайдем-ка лучше Мы сейчас Куда мы зайдем? Мы зайдем в магазин Так, посмотрим, что у нас тут по предметам Так, мы можем, ребята Приобрести 5 ДНК на Рафаэле Слушай, я думаю, давайте сделаем Давайте сделаем У него уже 68 ДНК Нам остается лишь Сколько? 12? Да, 12 ДНК Приобретаем, ребята И мы повышаем его по рангу Так, что у нас по монеткам Смотрим, ребят 56 монет Ну, это мало Нам нужно сколько? Нам нужно 75 То есть еще, ребята Нам нужно подождать один откат Ну и, в принципе, пока все Ладно, ребятушки Всем большое спасибо за просмотр Обязательно увидимся в следующей серии И продолжим разборочки Так что Удачи вам И до скорого Субтитры сделал DimaTorzok